Здравствуй, дорогой друг! Испокон веков на Руси образ женщины ассоциировался с чистотой, преданностью и скромностью. Чистый образ. Именно так называется необычный курс лекций для девочек, который организован социальным центром Покров, действующего при воскресенском благочине Нижегородской епархии в рамках проекта «Центр семейного воспитания Доброшкола». Проект направлен на нравственное воспитание девочки, создание чистого образа женщины. С момента запуска проекта в октябре 2021 года по настоящее время прочитано 57 лекций в трех общеобразовательных школах и православной гимназии с 8 по 11 классы. Курс лекций прослушало 83 девочки. В 2021 году проект был поддержан фондом президентских грантов. «А я хочу, чтобы всегда был помог. Я хочу, чтобы у меня муж был. Пусть он будет называться подкогучником, но зато он будет делать все как он. Девчонки, вот это эгоистичное желание, оно точно не дает счастливой жизни». «Частота наших девушек – это залог нашего будущего. Вот этот залог, который всячески попирается современными средствами массы информации. И вот то, что подростки видят сейчас, читают, смотрят в интернете, в соцсетях, это все находится в непреодолимой конфронтации с христианскими ценностями, которые мы пытаемся насадить в детских сердцах. И поэтому для нас, пожалуй, это один из немногих источников правильной информации в этом деликатном вопросе. И вообще это вопрос будущности России. Вот не побоюсь таких громких слов». «О браке было интересно послушать, потому что я сейчас сама состою в таких отношениях дружеских с молодым человеком. И на самом деле это было бы очень полезно, например, для девушек, которые еще ни разу не стояли в отношениях, или для тех, у кого какие-то проблемы. Множество тем, которые были связаны с тем, как понять своего партнера, как правильно поступить в некоторых ситуациях. Это тоже очень важно, я считаю». В рамках проекта особое внимание уделяется беседам о семейной жизни, как девушке привлести добрые навыки и качества, необходимые будущей жене и матери. Освещаются такие понятия, как дружба и любовь, красота внешняя и внутренняя, справедливость и милосердие, выбор жизненного пути, и качества, присущие чистому образу женщины. «Мы решили организовать такой курс, который будет учить девочек, учить любить. Не в том смысле слова, что получать удовольствие от этих отношений, а именно той добровольной жертвой любви, когда человек готов отдать половиночку себя другому человеку, посвятить свою жизнь рождению детей, семье, счастью, работать над этим. Помогли им понять, что есть другая сторона жизни, не только потребительская. Говорили о том, как воспитывать своих детей. С девушками мы говорили и о мужчинах в том ракурсе, что они еще будут мамами, и как они должны воспитывать своих мальчиков, чтобы они выросли настоящими мужчинами. Больше мне всего понравилось в наших беседах то, что обстановка была очень комфортная, что у нас было живое общение, и что мы общались, несмотря ни на какие границы. Мне кажется, мне пригодилась больше в жизни беседа о женщине в современном обществе, поскольку эта тема очень важна в данное время. Я задала вопрос, как влияет мнение мужчин на внешний облик женщины, и почему женщина не может выглядеть так, как она хочет, из-за того, что мужчина не разрешает, грубо говоря, и получила корректный и правильный ответ. Мужчина и женщина принимают обоюдное решение о действиях, которые происходят в семье, и семья является единым целым, поэтому нельзя кому-то одному брать всю ответственность на себя полностью. Я получила ответ на вопрос о выборе спутника жизни. Я прислушалась к мнению ректора, который говорила о том, что спутник жизни должен брать на себя ответственность, должен быть мужественным и главой семьи. Люди не ценят в наше время жизнь, не ценят отношения, забыли о семейных ценностях, о традициях, и пришла мысль как раз о том, что нужно об этом говорить подрастающему поколению, чтобы это было уже в их сердцах, в их уме научиться ценить жизнь, отношения, любовь, верность. Вот эти качества, они должны их сопровождать всю жизнь. Тогда будут счастливы сами женщины, их дети, мужья, но и, конечно, за этим будущей Россией. Курс лекций «Чистый образ» оказался настолько удачным и гармоничным, что по просьбам родителей был разработан новый проект для мальчиков. Про мужество, который поможет воспитать из мальчика мужчину главу семейства, защитника Родины. Редактор субтитров А.Семкин